Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегет. И сегодня мы рассматриваем четвертую часть Великого Покаянного Канона Святого Андрея Критского. Ту часть, которая читается в четверг первой седмицы. И, конечно, вот каждая такая часть, это как бы одна из ступенек на нашем духовном пути. Весь Великий Пост — это путь к воскресению Христову, чтобы мы вместе с Господом воскресли, а в душевном смысле мы же умираем через грехи, а через покаяние воскресаем. Этой цели, духовной цели и служит нам канон Святого Андрея Критского. «Помилуй меня, Боже, помилуй меня». Мы читаем некоторые только тропари, давая как бы духовные ориентиры, давая некое объяснение образов, которые встречаются внутри молитвословия. «Агнче Божий, в земли грехи всех, возьми бремя от меня тяжкое греховное, и якобы благоутробен, дашь ми слезы умиления». Вот тут, конечно же, самое первое обращение «Агнче Божий, в земли грехи всех» — это явно здесь вспоминается из слов святого Иоанна Крестителя, который, когда увидел Господа, то показал ученикам своим. Это вот в Евангелии Таанны, там в самом начале. Иоанн Креститель говорит ученикам «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». То есть, вот тот самый Агнец Божий, о котором Исаия, пророк в древности, пророчествовал, что рано моего мы исцелимся, и другие пророки, и, собственно, Исаак, жертва Исаака, тоже некий прообраз добровольной жертвы Господа Иисуса Христа. И мы просим и молимся Ему. И на самом деле, вот, братья и сестры, это тоже важный момент. Когда на таинстве исповеди нам отпускаются грехи, то не просто вот потому, что мы каемся, да, или вот что таинство, оно само по себе как бы действует, а прощение на таинстве покаяния, оно дается именно в силу вот этой жертвы Христовой. Что Спаситель, будучи безвинным, пострадал за все наши грехи, и вот именно благодаря этому через таинство покаяния нам и прощаются наши грехи. Он Агнец Божий, который взял грехи всех, и мы каемся и просим, Господи, вот возьми бремя от меня тяжкое греховное, и якобы благоутробен, дашь ми слезы умилени. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, богатство душевное и ждив грехом, пуст есмь добродетели благочестивых, гластвую же зову милости подателю, Господи, спаси мя. Тут, конечно же, отсылка к притче о блудном сыне, который получает некое наследство, а все это потом он растрачивает. И вот мы богатство душевное и ждив грехом, то есть расточив во грехе. Вы знаете, вот многим людям даются какие-то таланты, способности. Иногда бывает в том или ином коллективе, ну, допустим, там вот какие-нибудь высоко квалифицированные токари или слесари, вот когда они выполняют свою работу, то иногда бывает, они после этого выпивают и в шутку говорят, что талант не пропьешь. Что, мол, вот выпил, и потом дальше продолжаешь трудиться, какие у тебя есть таланты, такие и останутся. На самом деле это не так. Талант можно пропить, его можно растранжирить в никуда, с ним можно распрощаться, потому что если ты настолько увлекаешься алкоголизмом, что со временем, со временем просто окажешься неработоспособным. И даже самый способный мастер, которого ценят, ну, на всех объектах, куда его приглашают, вот если он будет жить в греховных страстях, он все это растратит, он все это утратит. Вот так вот и богатство душевное, то есть какие-то душевные дарования наши, способности к знаниям, да, способности где-то вот в духовном проявить себя. Мы можем растратить и оказываемся пусты от добродетелей благочестивых. И наступает голод. То есть такой человек, вообще, когда человек не делает добро, он испытывает голод. Вот казалось бы, ты вроде бы другому делаешь, да, добро, но при этом как будто получаешь что-то сам. А если ты другому не делаешь добро, то ты сам начинаешь испытывать какой-то ущерб, внутренний голод, тоску, какое-то такое безотчетное уныние, потому что душа, она не устремляется к Богу и, конечно же, без благодати будет угасать. И в этом мы каемся и просим, чтобы Господь исправил наш злобный и гордый нрав. И вот из библейских образов, примеров, которые встречаются в Священном Писании, и они упоминаются в покаянном каноне Андрея Критского, мы слышим в частности следующее. Поначалу непонятно. «Мужа убив глаголит в язву мне, и юношу в струп, ламех рыдая в опияше. Ты же не трепещешься, о душе мое, околявши плоть и ум осквернивши». Вот для этого мы как раз и рассматриваем эти тексты, чтобы их правильно понимать. Упоминается ламех, потомок Каина. Ламех усугубил грехи Каина. И ламех – первый из библейских, упомянутых библейских личностей, который берет две жены. Вот Адам, у него жена Ева. Конечно, потом как-то не акцентируется внимание, кто там были жены у Каина, у Авеля, у Сифа, Еноха. Но на ламехе делается акцент, и говорится, что он взял себе две жены. То есть начинается некая уже неустойчивость, уклонение от изначального Божьего благословения. Конечно, в Ветхом Завете это, к сожалению, по немощи человеческой терпелось, но изначальное благословение Божие, оно было не таково. Все-таки надо, чтобы один муж и одна жена, а не то, что там один муж и вокруг него один Адам, и вокруг него двадцать Ев бегают. Нет. Или там одна Ева и двадцать Адамов. Нет, вот именно один Адам, одна Ева, то есть должна быть некая цельность, а не так, что ты раскалываешься, как бы раздваиваешься между разными женщинами, или расстраиваешься, расчетверишься, вот, должна быть некая цельность, единство. И вот начиная с ламеха идет уже нарушение этого. И кроме того, ламех, он повторяет грех своего прародителя Каина, совершая убийство. И вот эти слова, они буквально из книги Бытия. «Мужа убил я в язву себе, и юношу в рану себе». То есть ламех действительно, вот и Василий Великий объясняет, что ламех убил двух человек. Если Каин убил одного, то ламех уже двух. И тут упоминается, как бы, некий зрелый мужчина и юноша, тот, кто младше возрастом. И ламех, оказывается, из-за этого убийства, он начинает сам испытывать внутренние мучения. «Мужа убил я в язву себе». То есть я поразил другого, но сам переживаю и ощущаю это, как будто я получил язву. И поразил юношу, но в рану себе. То есть я причинил рану самому себе. Когда ты поднимаешь руку на другого, то ты непременно поранишь самого себя. Ты уязвишь свою совесть и что-то повредишь внутри своей собственной души. Это закон человеческой природы, закон душевной жизни человека. И вот ламех это чувствовал, и тут говорится, он рыдая это взывал. И вот ты, душа, не трепещешь, околявши плоть, то есть осквернив плоть, и ум тоже оскверняя, помрачая ум. Дальше упоминается уже, конечно же, это вавилонское столпотворение. Вы помните, конечно, что те вот вавилонские строители с какой целью воздвигали башню, сказано, «Воздвигнем до небес и сделаем себе имя». Сделаем себе имя. То есть как бы до самых небес свое имя поднимем, самоутверждаясь на этом мире, который Божий, богозданный мир. И вавилонское столпотворение – это символ человеческой гордыни. И самоутверждение человеческого, которое все время в каждой цивилизации пытается, так сказать, реализоваться. Но, кроме того, к великому сожалению, каждый из нас, если мы не побеждаем страсть гордости, то мы тоже в каком-то смысле пытаемся выстроить вот этот столб своего имени, столб своего «я», чтобы создать перед другими людьми некий облик, ну там, у кого как, что ты там преуспевающий, да, что ты лучше там других вообще, ну там, или кто-то как, он крутой парень, он там такой вот бизнесмен, там, или бизнес-леди, и люди рисуют эти образы, и в социальных сетях начинают такую, на самом деле, фантастическую создавать картину своего образа жизни, специально выставляя фотографии самих себя в какие-то вот минуты. И у всех посетителей этих страниц возникает, ну они как будто смотрят художественный фильм из жизни другого человека, но к реальной жизни этот фильм не имеет никакого отношения. И со временем Господь все это обрушивает в жизни каждого человека, и социальные сети, кстати, рушатся тоже, и то, что ты там выстраивала эти фотографии, пытаясь нарисовать какой-то образ, и в конечном итоге это тоже закрывается, и Господь через это нас смиряет, потому что целью нашей жизни не должно становиться создание вот столпа, столпа своего я, да, который как главой непокорный выше Александрийского столпа вознесся нашими похотьми, да, похотениями страстными. И так что смиряйся и кайся. А вот если брать некоторые такие тропари канона, которые тоже не сразу, может быть, будет понятно, о чем речь, но мы их сейчас тоже растолкуем, вот слышите вы такие слова, «Священника Божия и царя уединенно, Христово подобие в мире жития в человецах подражает». О чем эта речь вообще? Понятно, что мы должны кому-то подражать, да, какой-то царь, а и тут же подтягивается, что он священник Божий, да, и Христово подобие. И тут уже вот у нас начинает потихонечку врисовываться некий понятный образ, что речь идет о Мелхиседеке, священнике Бога Вышнего и царя города Салима. И это вот одна из тех немногих библейских личностей, которая вроде бы вне богоизбранного народа, но при этом человек верный Богу до конца. И когда вот читаем мы, как встреча совершилась, Авраам побеждает захватчиков, освобождает лота, и освобождает не только его, а всю ту добычу, которую захватили Китор и Лаумер и прочие там цари, напавшие на Пятиграде. Авраам возвращается, освободив пленников, вернув добычу. И навстречу ему сначала, кстати, там упоминается царь Содомский, который вышел навстречу Аврааму, но при этом он просто как бы поприветствовал и даров не преподнес Аврааму. Авраам как раз ему тоже ведь возвращает царю Содомскому то, что было отнято. А потом упоминается, почему первым Содомский, он как бы был лидером таким политическим в тех местах, а потом упоминается царь Салима Милхиседе, который в то же время священник Бога Всевышнего. То есть, оказывается, на некотором удалении был благочестивый царь и священник, то есть и грех, и добродетель, они всегда где-то рядом, но кто-то предается Содомскому нечестию, а кто-то, вот как Милхиседек, священник Бога Всевышнего, верен Господу. И Милхиседек, встречая Авраама, он преподносит ему дары, то есть показывая свое благое расположение к Аврааму, и в то же время сам Милхиседек является образом Христа, и дары, которые он преподносит, хлеб и вино, это как вообраз будущего тела и крови Христова в Таинстве Евхаристии. И мы, сказано, должны подражать ему в его добродетелях, потому что он как образ Христа, он и образ жизни Христовой среди людей в мире, да, то есть в мире жития, в человеческих подражая кому? Священнику Божию, царю Единину, не Содомскому царю, не прочим, нечестивым, а именно Милхиседеку, который был скромным, не выпячивал себя, он не первый царь там среди тех, но при этом именно он щедро одаряет Авраама, то есть он милосердный, и вот ему мы должны подражать. «Обратися по стени душе окаянная», то есть обратись и воздыхай, прежде даже не примет конец жития торжество, то есть прежде, нежели окончится торжество жизни твоей, прежде даже дверь не заключит чертога Господь, то есть в брачный чертог, вот куда мы должны войти, чтобы не уподобиться нам неразумным девам, у которых угасли светильники. «Не буди столб сланы душе, возвратившийся вспять, образ да устрашит тебя Содомский, горе в Сегор спасайся». Ну, Сегор – это город, который ради праведного лота был сохранен, и, то есть, как место спасения от попаляемого Содома, от наказываемой Гаморы, и ты, душа, спеши туда, где ожидает тебя именно спасение, и не возвращайся назад к греховным страстям, иначе ты просто превратишься в этот соляной столб. Почему жена лота так вот погибла? Потому что ей, видимо, жалко было расставаться с этим нечестивым городом, сердце прилеплялось к нему, а может, еще и любопытство. Но любопытство когда-то Еву погубило, а теперь на примере жены лота вторично это подтверждается. И вот не буди столб сланы души, возвратившийся вспять. То есть, назад не возвращайся, не оборачивайся, и устремляйся только ввысь, ко спасению. Среди тоже вот тропарей, поначалу имя не упоминается, но мы должны понять, о ком идет речь. «Царским достоинством, венцем и багреницую одеян, многоименный человек и праведный, богатством кипя и стады, внезапо у богатства, славы царства обнищав, лишися». Речь идет, конечно, про Иова, потому что в своей стране Иов считается царем, высокопоставленным человеком, и он был благочестивым, но при этом и богатым, многоименее. Одно не противоречит другому, если ты само богатство не на службу страстя поставляешь. Но и таких людей тоже посещают испытания великие, и вот он всего этого лишился, и через это что обнаруживается? Что все земные блага ненадежны, и нельзя жить ради них. «Аще праведен бяше он, и не порочен паче всех, и не убеже ловлень льстивого и сети, то есть если он, будучи праведным и безукоризненным больше, чем все, и не избежал подобных льстивых козней, сетей обольстителей, дьявола, ты же грехолюбива, сущая окаянная душа, а ты-то грехолюбива, что ты сотворишь, аще часому от недоведомых случится найти тебе, если что-нибудь неожиданное постигнет тебя, вот какой ты будешь? Ведь все-таки Иов за счет чего оказался стоик? Не за счет богатств, не за счет того, что у него были какие-то финансовые резервы, где-то что-то припрятано, а за счет своего внутреннего благочестия и верности Богу. И поэтому он вышел духовным победителем из той ситуации, и к этому призываемся мы. Среди тропарей, которые читаются в каноне, мне очень нравится такое очень яркое, образное описание нашей греховности. «Самый истукан бы их страстьми, Душу мою вредя щедре, Но в покаянии приими и в разум призови, Да не буду стяжани, Не брашно чуждему спаси, Сам мяу щедре, Самый истукан бы их страстьми». То есть мы сами для себя становимся истуканом. Истукан, то есть такой вот мертвый идол, который ничего не слышит, он бесчувствен, бессердечен, и ему приносятся всякие жертвы, поклонения, и мы таким истуканом делаем самих себя. Служим каждой своей прихоти. Все стараемся как бы обратить только в самоугодие, то есть некое как самообожествление идет, что я вот лучше всех, да, только мне, и всякий комфорт, забота. И в этом бессердечии мы уподобляемся какому-то мертвому истукану. И от этого вред, то есть душу мою вредя щедре, то есть мы терпим от этого беды, каемся, но ты, Господи, в покаянии приими и в разум призови. Призови в разум, то есть призови меня к познанию, чтобы я в конце концов одумался. И вот поэтому Господь, кстати, и попускает какие-то скорби, испытания, чтобы идол был сокрушен. Вот когда идол в нашем сердце исчезает, то вдруг что-то живое проявляется, и реально идолы-то, они мертвые, истукан, он мертв, а душа живая, она намного дороже, нежели этот идол, и наша душа призвана быть храмом Бога живого. Но как это достичь, если не будет покаяния? Конечно, когда мы стоим в храме, то тяжело вот сразу сориентироваться, что именно произносится, и тут либо вот надо брать с собой такой текст, где есть параллельный перевод, и заодно можно подсматривать, подглядывать, и ничего плохого в этом нет, если вы следите по тексту в руках за произносимым в храме, или же вот заранее готовиться, изучать, исследовать, чем мы, собственно, и занимаемся. Вот, допустим, слышим мы такие слова. «Низу сничащую подражай, о душе, прииди и припади к ногам Иисусовым, до тебя исправит, и доходишь и право стези Господне». Это что такое «низу сничащую подражай»? То есть «подражай, душе моя, той, которая вниз была как бы преклонена, сничащую, как бы скорченную, вот та скорченная женщина, которая в синагоге, вот ее увидел Господь, да, и освободил ей, и освободил ее от недуга, особенно потом роптали вот эти, там, иудеи, некоторые начальники синагоги, что вот вы приходите в другие дни, не в день суббот, не исцеляться, но Господь-то в субботу-то и должен дать покой людям, а покой, какой может быть покой у страждущей женщины, если она мучается от этого? Вот Господь и дал ей подлинный покой, освобождая ее от недуга. Конечно же, у нее и покаяние, и смирение было, и мы должны подражать вот этим смиренным людям, чтобы через покаяние Господь и наши души исцелил и распрямил, как вот Он исцелил и распрямил ту скорченную женщину. «Силаам, да будут ми слезы моя, владыка Господи, да умы и аз зеницы сердца, и вижду тя умно света привечно». А здесь уже упоминается купальня Силаам. Силаам – это та купель, та купальня, куда Спаситель посылает человека слепорожденного. Перед этим Господь плюнул на землю, сделал брение, ну как бы грязь, вот, из своего плюновения на земле, помазал очи слепому и говорит, вот пойди в купальню Силаам, умойся там. Ну и тот пошел, умылся и приходит уже зрячим, невероятно радостный, да. И тут мы как молимся, что, конечно, Господь, Он может даровать здравие и душе, и телу, а души у нас ослеплены грехом. И вот Силаам добудут ми слезы моя, наши покаянные слезы достанут для нас в каком-то смысле этой Силаамской купелью, чтобы мы умыли, да умы и аз зеницы сердца, чтобы мы умыли очи нашей души и, очистившись от грехов, увидели тебя умно света привечно, то есть предвечного мысленного света, того, который созерцается не вещественно, не телесными очами, а очами души. Вот какие глубокие мысли. И здесь речь, конечно же, о богосозерцании, о зрении божественного света, но как созерцать божественный свет, если отче твои омрачены грехом? «Восстани и побори, як Иисус Амалика, плотские страсти и гаваониты, лесные помыслы, пресно побеждающие». Для нас наши грехи – это подлинные враги, и вот образом этих врагов являются враги богоизбранного народа в Ветхом Завете, в частности упоминается Амалик, ну, амаликитяне языческий народ, который противился богоизбранному, и Иисус поражает Амалик, Иисус Новин, разумеется, конечно же, Иисус Новин, преемник Моисея, поражает амаликитян, и это образ как бы плотских страстей, которые мы должны побеждать. А еще упоминаются гаваонитяне, вот гаваонитяне, они хитростью пришли и заключили союз, выдавая, что они как бы представители какого-то дальнего города, и богоизбранный народ как бы поверил, а потом оказалось, что они вот тут совсем недалеко находятся, и то есть через хитрость, лукавство они как-то сохранили свое присутствие, только спустя много-много веков удалось их, ну, поначалу там частью они ассимилировались, они, в принципе, были в подчинении, но потом потихоньку сошли с исторической арены. И вот гаваонитяне – это образ, если Амалик – образ плотских страстей, таких грубых, которые явно вступают в борьбу, то гаваонитяне – это образ хитрых, лукавых помыслов, которые потихонечку тебя заманивают. Ну, ты только вот посмотри, ты только попробуй, да, ничего страшного, вот вступи с нами в союз, вот рассмотри нас. И человек, если увлекается такими помыслами, он потихоньку впадает в тяжелые страсти. Мы призваны тоже к этой победе, о чем мы просим в каноне Андрея Критского. «Помилуй мя, Боже, помилуй мя, истезоши дни мои, яка сония восстающего». То есть дни мои проходит, как сновидение пробуждающегося. Сония восстающего – это сон, сновидение пробуждающегося. «Тем же, яка езекия, слезю наложимую». Проливая слезы наложимой, вот езекия был благочестивым царем, когда достиг он уже преклонных лет, то оказалось, что все, вот уже смерть должна. И тут сказано как? «Тем же, яка езекия, слезю наложимой, приложитесь мне летом живота», то есть, чтобы мне приложились еще лета жизни. «Но ки, Исаия, предстанет тебе душе, ащи не всех Бог». Езекия уже предстояла умереть, об этом сказано было ему через пророка Исаия, но он очень молился, каялся, и тогда ему вновь является пророк Исаия и говорит, что Господь услышал твою молитву и умножает лета твоей жизни еще на 15 лет, продлевает. И чудо Божие явное, и так и действительно исполнилось. И вот у нас уже нет, конечно, пророка Исаии, который бы пришел к нам, мог бы продлить жизнь, но мы можем молиться Господу, и Господь, и в Его же власти дни нашей жизни, сама жизнь и смерть. Поэтому, когда просим Господа, когда обращаемся к Нему, то можем от Него принять и помощь. Я вот знаю такие случаи, когда в самых неизлечимых болезнях Господь действительно продлевал дни вроде бы окончательно уже, ну, умирающего человека. «Помилуй мя, Боже, помилуй мя, погребов образ твой, и растлих заповедь твою, вся помрачиси доброта, и страстми угасиси спаси свяща, но ущедрив воздашми, якоже поет Давид радование». Вот радость, она на самом деле неразрывна от покаяния. Это у людей, которые не каются, у них нет подлинной радости. А покаяние приносит в душу свободу. И вот поэтому царь Давид, он в 50-м псалме говорит, что «воздашь мне радость спасения твоего и духом владычным утвердими». То есть именно радость – это то, чем завершается покаяние. А грех, нераскаянный грех, он непременно завершится унынием и отчаянием. Среди ермосов, вот рассмотрим восьмой, ермос восьмой песни. «Его же воинство небесное славит, и трепещут херувими и серафими, всякое дыхание и тварь поите, благословите и превозносите во вся веки». Небесному миру Господь явно открыт, но слава Божия, она такова, что явление Божьей славы, оно просто вот в каком-то смысле как бы потрясает, да, всю разумную природу. И херувимы и серафимы, то есть самые высшие небесные ангельские силы, они предстоят Господу в священном страхе и трепете, и, конечно же, в благоговении и любви, потому что слава Божия, она для нас непостижима, да, и мы, ну, просто не можем ее понести. И вот всякое дыхание и тварь, когда вот мы осознаем это величие Божие, пойте, благословите и превозносите Господа во вся веки, то есть чтобы именно Господь, они грех прославлялись в наших сердцах. И среди тропарей, это уже, конечно, из Нового Завета, мы слышим, «Слезную спаси сткляницу, яко мира истощивая на главу, зовути яко же блудница, милости ищущие, мольбу приношу и оставление прошу приятия». Вот о чем тут речь? «Слезную спаси сткляницу», то есть сткляницу – это сосуд, в котором, ну, в то время это миро хранилось, да, и помните та вот женщина, которая пришла возлить миро на главу Господа, и сам Господь говорит, что как бы приуготовляя меня к погребению. И вот для нее это было проявление некого милосердия, а Иуда, он завидовал, он подсчитывал денежки, у него всегда был ковчежец, куда клали пожертвования, и поэтому он такой был расчетливый человек. А вот эта женщина, она не думала, что там дорого мира, нет, а главное – посвятить его Христу и выразить какое-то благоговение перед Господом. И мы, у нас, конечно, ну, мир – это что, и где мы будем его возливать, да, а для нас излияние слез, покаянных, сердечных слез пред Господом, и это вот как то вот мира, которое возливалось на Господа, на главу Господа, и Господь принимает наши слезы так же, как принимает искренний вот тот жест той вот кающейся женщины, которая искала милости, и мы просим оставления прияда, то есть получить прощение наших грехов. А в Ирмасе девятой песни мы слышим, это песнопение посвящено уже, конечно же, Божьей Матери, как всякая последняя песня канона, «Бессеменного зачатия, Рождество несказанное, Матери безмужное, Нетленин плод, Божье его рождение обновляет естества, Тем же тя всероде, Яко Бога Невестную Матерь православно величаем». Что здесь имеется в виду? Что вот Рождество от бессеменного зачатия, оно неизъяснимо. И именно таково было у Пресвятой Богородицы, она была безмужной, да, безмужной Матерь, и ее плод нетленин, родившийся. И рождение Бога обновляет природу. Мы уже говорили как-то с вами, что в самом рождении Пресвятая Дева остается Девой. И святые отцы, они объясняют это так, что вот рождаемый Богомладенец, он появляется на Божий свет чудесным образом, вот как Спаситель, уже воскресший, воскресший Спаситель проходил сквозь затворенные двери, так сказать, вот не раскрывая этих дверей, так же он и не нарушил печати девства Пресвятой Девы. И в этом, конечно же, вот некое обновление естества, да, и, как мы говорили, Бог одежит хочет, побеждается естества чин. И мы прославляем Пресвятую Богородицу, которая не просто вот родила Божественного Сына, но и всегда была с Ним, и она одеснуя Его, и между ними такая тесная духовно-душевная связь, что когда мы обращаемся к Божьей Матери, то Ее Спаситель слышит всегда, поэтому Ее ходатайство мы и стараемся снискать. «Помилуй мя, Божий, помилуй мя, о милосердисе, спаси мя, сыне Давиду, помилуй беснующийся словом исцеливый, глаз же благотробный, яко разбойнику мне рцы, аминь, глаголю тебе, со мною будешь и в раи, егда приеду во славе моей». И вот мы просим, чтобы Господь умилостивился, и как Он исцелял своим словом бесноватых. А на самом деле все наши страсти греховные, в каком-то смысле это тоже беснование, одержимость. Святые отцы говорили так, что страсти – это в каком-то смысле как бы демоны, это оковы дьявольские. И за страсти, вот как за цепочки, дергает дьявол, пытаясь нас, так сказать, не спровергнуть, ставит нам где-то под ножки, чтобы мы вообще увлеклись куда-то в глубины ада преисподнего. Но спаситель исцелял бесновавшихся одним своим словом. И даже разбойника Он спас и сподобил рая. И вот мы должны это понять, и в ряду вот этих бесноватых каяться, просить милости Господи, Господи, Ты исцели меня от этой блудной страсти, которая вот буквально беснуваясь, я одержима ей, да, или от страсти злобы, вспыльчивости, которая поражает меня, и я не владею собой, как бесноватый какой-то. Вот Господи, спаси меня, исцели меня. И когда человек кается со смирением, то Господь исцелит, как исцелял тех бесноватых. Еще растолкуем, наверное, одно буквально молитвословие, которое, может быть, не сразу понятно тоже. «Разбойник оглаголовы шитя, разбойник богословище тя, оба-бо на кресте свисяста, но облагоутробнее, яко верному разбойнику твоему, познавшему тебя Бога, и мне отверзи дверь славного царствия твоего». То есть речь идет о двух разбойниках. «Разбойник оглаголовы шитя» это тот, что по левую сторону от Спасителя, который все проклинал на свете, говорил, вот если ты Христос, спаси себя и нас, вот зачем все это? А дальше читаем «Разбойник богословище тя». Благоразумный разбойник, он действительно в каком-то смысле стал богословом, потому что познал истинного Бога и исповедал Христа как Спасителя. И в этом подлинное богословие. И вот они висят на кресте оба, но спасается один. Святые отцы говорят так, что все человечество, вообще все человечество, оно подобно этим двум разбойникам. Почему так? Потому что страдают вообще все, и все мы разбойники. Во-первых, все мы разбойники, все мы грешники, преступники, и все мы, соответственно, страдаем. Страдания как некое последствие наших грехов. И два разбойника за свои грехи висели на крестах и страдали за свои преступления. Но один роптал и не хотел принять Христа, который вот тут же рядом. Так и сейчас. Многие ропщут на жизненные скорби, невзгоды, не хотят каяться, и поэтому остаются без Господа. А другие, как благоразумный разбойник, разбойники говорят, достойное по делам моим, приемлю, помяни меня, Господи, во царствие Твоем. Вот такие люди оправдываются их страдания, они как епитимия за грехи, в очищении их грехов. И вот мы молимся, чтобы, Господи, Ты вот как милосердный, открой и мне двери славного Твоего царства, как тому уверовавшему разбойнику. Вот дай, Господь, всем нам, чтобы через покаянную молитву, через канон Андрея Критского мы именно уподоблялись благоразумному разбойнику, который смирялся, терпел и каялся пред Господом, ибо таковым людям Господь и подает вечный небесный рай. На этом мы завершаем рассмотрение. Ну, конечно, очень коротко, так обзорно, какими-то фрагментами канон преподобного Андрея Критского. Несомненно, там глубина просто вот неисчерпаемая. Было бы прекрасно самостоятельно брать тексты, изучать их. И напоминаю, что на Пятой Седмице будет Марии Настояние, когда все четыре части канона, соединенные воедино, будут прочитаны в храме. И обязательно тогда надо будет посетить храм и участвовать вместе в таком прекрасном и чудном богослужении. Храни вас Господь! Всего вам всем доброго! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok